Другая высота потолков, другая пропорция комнат. Я так сел и заплакал. Это просто какой-то ужас ужасный. Не так плохая эта 40-метровая квартира в пятиэтажном доме. И там даже был какой-то ремонт, который я делал в каком-то бородатом 90-м году. Закончил, ну не в 90-м, а в бородатых 90-х годах, закончил институт. В общем, так все так и проходило. Прошло 10 лет, там еще не менялось, потому что я там не жил. То же самое, все же очень просто. Ты выкидываешь ненужные вещи, красишь другим цветом, добавляешь какого-то грандиора такого бедного. Молдинг можно купить в Оби. Тогда были другие возможности. И все это приклеилось, покрасилось и все. Получилось такое, что в интервью называть ком-то молодого человека первой половины 19-го века. Все расставилось. И значит, одна дама декоратор, я ее очень уважаю. Я говорю, ты знаешь, у меня такая ситуация, у меня между двух окон стоит холодильник, потому что кухня соединена с гостиной. Я говорю, как вот мне, может быть, есть какой-то маленький холодильник, потому что мне между двух окон нужно повесить зеркало. Она сказала, зеркало между окон, какая пошлость и так далее. А в принципе я считаю, что это не пошлость, потому что то, что те пропорции, которые придумывались веками, никто ничего нового не придумал. Вот есть все. Вот зеркало между двух окон в пятиэтажной квартире, в обычной маленькой квартире в пятиэтажной квартире. Это тоже хорошее решение, кстати. И в пятиэтажной квартире зеркало между двух окон – это хорошо. И в маленькой квартире в пятиэтажном доме зеркало между двух окон добавляет к интерьеру вот такой роскоши, что вот у меня стоит, у меня висело это зеркало между окон, под ним стоял консольный стол. В общем, рядом с таким как бы кроватью рекамье из гостиницы Украины стоял холодильник, на котором был брошен какой-то, значит, фроу. И как бы все это было очень хорошо. Это был действительно классический интерьер, который, ну, с как бы создается рощерка пера, такое бедное искусство. Но я считаю, что это тоже хорошо. Кто-то может себе позволить одно, кто-то может себе позволить другое. А декор – это и есть знание каких-то приемов, которыми ты можешь спасти даже самую катастрофическую ситуацию. Так, ну, мы шли, значит, немножко дальше от стилей. Так, сейчас я вам покажу следующее. То, что, на мой взгляд, и является современным интерьером. Вот у нас были эпохи, ну, все мы сделали это уже такая притча во языцах, что эпоха больших стилей, она закончилась. Да, вот закончилась арт-деко, еще как искусство. Вот. А потом искусство заменили, ну, наверное, заменили его дизайном. Вот. И началась такая вот, началась такая через полосица. Вот сейчас из всего этого многообразия, которое сейчас позволительно делать можно все, что… Главный совет интерьера – возьмите все, смешайте, и все у вас будет хорошо. Появилось какое-то подобие некоего современного стиля в интерьере. И вот я нарисовал для себя такую формулу современного интерьера, что такое современный интерьер. Это три вещи – материалы, технологии и искусство. Что такое материалы в современном интерьере? Это бескомпромиссная роскошь. Вот мрамор самый редкий или самый обыкновенный у нас с необычным финишем. Дерево, я не знаю, там, условно говоря, позолото, камень, стекло, зеркало. Но все это, скажем так, потребляется в чистом виде. Почему? Ну, потому что никто не может себе позволить при современной стоимости материалов еще их и дополнительную обработку. Ну, как бы вот если ты нашел какой-то кусок дерева, ну, держись за него, не надо отдавать его резчику, чтобы он там вырезал вот что-то сложное и так далее. Он красив сам по себе. Ну, еще как бы и деньги можно сэкономить, да? Ну, я думаю, что у людей, которые делают такие интерьеры, такие вопросы не возникают. Но, тем не менее, это как бы вот можно держать в голове. Человек хочет наслаждаться материалом. Он хочет, чтобы… он хочет чувствовать себя комфортно. Все должно быть. То, чего ты касаешься, должно быть самое лучшее. Потому что в мире столько всего ужасного, с чем мы соприкасаемся каждый день, что когда ты возвращаешься к себе, ты хочешь как-то вот… как японцы, которые носили с собой на этой скитаре, чтобы их постоянно трогать. Ну, это же… это же все очень приятно. Вот материалы должны быть безупречны. Второе – это технологии. все, что должно работать в любой квартире – в маленькой, в большой, в пятиэтажной или в однокомнатной – все должно функционировать хорошо. Вот. Не зря итальянцы, американцы и прочие-прочие-прочие люди укладывают такой огромный количеств денег в разработки, в петли, в финиши, в ящики, в пружины, в эти конструкции диван. Вот диван должен быть таким, на котором ты можешь скакать целый вечер, а потом просто взбить подушки и он будет точно таким же, как он был, когда мы его купили пять лет назад. С ним ничего не должно происходить. Это такое абсолютно безупречное, бескомпромиссное качество. Вот на этом не нужно жалеть. Вот кухня должна функционировать, двери должны открываться именно так, как они должны открываться. Все должно, что называется, работать. И вот на этот скелет, уже такой довольно-таки крепкий, мясистый, добавляются такие вот авторские штрихи, собственно говоря, то, что и составляет суть работы каждого декоратора, который вносит в проект что-то свое. Может быть предмет мебели найденный им где-то, либо разработанный специально для этого проекта, либо какой-то объект. Что-то уникальное, что должно быть в каждом интерьере, что не должно быть похоже на то, что есть у остальных. И, в принципе, вообще вот некоторые производители мебели возвращают себе звание производителей художественной мебели. Ну, как вот, когда... Вся мебель же была там, ну, ту, которую мы видим, ту, которая сохранила. Восемнадцатого, девятнадцатого века, да? Это была художественная мебель. Она изготавливалась мастерами специально для каких-то конкретных интерьеров. Там находилась, бытовала, украшала. И теперь мы все ее восторгаемся, посещая музей. Вот то же самое сейчас делают декораторы специально для этого проекта. Кресло. Либо кресло, которое ты еще можешь где-то увидеть в одном-двух проектах. Не больше, да? Ну, какие-то такие вот уникальные вещи, уникальные детали. Я вам покажу один российский проект, который мне очень нравится. Вот там это все как-то так очень художественно собрано. Там есть и материалы, и технологии, и объекты, и все вместе. Видите, это призывает такое очень приятное ощущение такого кокона, в котором ты находишься. Ну, в общем, так. Пьер Йованович. Вот это и есть современный интерьер. Хотя этот проект, например, это интерьер в каком-то шатро, где все создано заново, здесь нет ничего лишнего. Интерьер абсолютно немногословный. Вот одним рощерком он создает такие вот пространства. Но здесь как бы ничего нет. Вместе с тем это все очень роскошно, очень современно. Здесь есть фактуры, объекты, и все, что должно работать, работает. Такие интерьеры, они, знаете, вот они как-то обволакивают, как… Это вот… Это такая не очень… Сейчас покажу больше картинок. Мне это все очень нравится. Ну, это дело, да? Ну, это дело, да? Кажется, что, да, это такой минимализм, но вот у минимализма был другой посыл, в принципе, когда он появился. Минимализм, почему он был такой холодный, потому что там превалировала технология, да? Вот. Техника и технология. И все ей убивались, и поэтому эти интерьеры были такие вот, ну, как будто внутри машины. Сейчас это тоже минимализм, да? Но это такой гедонизм, это такое наслаждение вот от и до. О, и объекта тебя радует взор, и сидеть тебе приятно, и все, что вот работает должно, оно работает. И, конечно, это очень роскошное интерьер, да? Здесь минимум деталей, но все это, ну, такая настоящая роскошь. Я вам покажу… Время у нас немножко уже подживает. Я вам покажу одного хорошего человека. Я очень, блин, про это. Кроме Фишера. Это я не видел больше ничего, что он делает. Ну, такой это космос, конечно, да? Вот там, вот здесь вот… Как это мне тут показать? Вот, вот… Вот эту часть, да? И это, понимаете, такая… Это такая складка из гипса полированная, которая обволакивает деревянный шкаф. Сделана она просто для красоты, да? Это все, это все художественная покраска. Это уже разная бутика одного, ну, в общем, менее интересно. Но этот проект, он действительно удивительный. Он… Угу. 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 Скор으면서, иcia vaya. Угу. 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 Продолжение следует...